Здравствуйте, дорогие друзья! Это неизвестная Молдова и с вами Сергей Цуркану. Сегодня в выпуске. 24 августа 1944 года, освобождение которого не было. Расстрелы, голод и депортации, три кита, становление солнечной Молдавии. Чем Советский Союз был лучше нацистской Германии? Кто такие обозники и как они стали коренными кишиневцами? Об этом и многом другом прямо сейчас. И, конечно же, я традиционно призываю всех подписывайтесь на АВТВ в Ютубе, подписывайтесь в Фейсбуке, на Телеграм-каналы, потому что только от ваших подписок, от ваших лайков, расшаров, зависит развитие нашего канала. И чем больше вы это будете делать, тем больше интересных гостей будет, новых тем, новых передач. И все это, конечно, ресурсы и время. Так что, пожалуйста, делайте это. А мы начинаем. И я хотел бы сегодня поговорить о том, что будет завтра, 24 августа. Собственно, Яско-Кишиневская операция проходила в эти дни, в 1944 году. И уже традиционно, с началом развития вот этого злокачественного победобестия в России и странах, которые находятся в ее духовном рабстве, примерно с 2005 года, когда изобрели Георгиевскую ленточку, 24 августа 1944 года, 1944 года, считается днем освобождения Молдавии от нацизма. И мы сегодня попытаемся, я попытаюсь поподробнее это рассмотреть, этот нарратив. Я сразу хочу начать с того, что нацизм, гитлеризм, это абсолютное зло, по которой нельзя сказать. Не все так однозначно, зато Гитлер строил дороги, и пломбир при Гитлере был вкусный. И поэтому я надеюсь, что все ватные критики после этой ремарки уже, грубо говоря, закроют рот. Они будут меня обвинять в реабилитации нацизма, в гитлеризме и других своих любимых темах, которые так сейчас модны в той же России. Итак, как я уже говорил, традиционно эти дни, они очень сильно возбуждают пророссийскую прессу, пророссийские СМИ в Молдове. И я специально отслеживал первый материал про Яско-Кишневскую операцию, появился в КП в Молдове. Он называется так. Яско-Кишневская операция не только гибель сотен тысяч солдат, но и чудесное спасение, двоеточие. Как молдавского крестьянина от смерти уберег только что родившийся внук. В августе 1944 года пошла Яско-Кишневская операция, после которой на юге и востоке Европы практически рухнул фронт нацистов и была освобождена Молдавия. Можете почитать полностью все, что там есть в этой статье, но я все-таки несколько цитат туда. Там после таких сухих данных о Яско-Кишневской операции следует еще такой не менее сухой внезапный пассаж, который явно прислали из центра. То есть вроде бы статья про войну, про то, что было там 80 лет назад, и вдруг такое. Яско-Кишневская операция. В наши дни такой пассаж. Молдавским интересом отвечает сохранение нейтралитета в ситуации конфликта вокруг Украины и формирование таких внешнеполитических условий, при которых возможно поддержание тесных и взаимовыгодных отношений как с Западом, так и с Востоком. Таких взглядов придерживаются, например, в партии социалистов Молдовы. К чему это непонятно вообще, это ремарка. А в других партиях, например, каких взглядов придерживаются? А в партии социалистов полное единомышление? Как в религиозной организации? Это талитарного толка, что ли? И что такое вообще, мне интересно, конфликт вокруг Украины? Это что, Украина себе живет, процветает, а вокруг нее какие-то страны конфликтуют? К чему вот эта вот подмена понятия? Никакого конфликта вокруг Украины нет. А Россия напала на Украину, уничтожает города, уничтожает людей. Все просто. И затем в этой же статье, я просто не могу не зачитать вам, дорогие друзья, следует такая милая история. Я почитаю ее полностью. Дед Георгий Уэйкяну в 14-м году во время Первой мировой войны попал к немцам в плен. Пробыл там два года, затем убежал. Пешком добрался до родного села Болчана. Перед Ярско-Кишиневской операцией в районе его родной деревни наши выбросили десант. Георгий спрятал их на чердаке собственного дома. Немцы стали обыскивать село в поисках советских разведчиков. Зашли и к Георгию. Его дочь в это время как раз рожала. Сколько всего сразу. Немцы постояли, постояли, да и ушли. Дочь Георгия родила мальчика. Солдаты с чердака спрашивают. Мать, кто родился? Мальчик, отвечает Георгий. На тебе подарок, говорят разведчики. И передают крестьянину кусок красного сица и бутылку водки. Только назови сына Иваном, попросил старшей группы капитан. Мне вот интересно, откуда у десантников взялась водка и ситец красный. Это что, они с ним как бы десантировались? С водкой уже тогда наверняка есть другое объяснение. Эту водку они у самого этого Георгия и сперли. Не допили, видимо, решили ему подарить. Вообще-то хотели назвать внука Георгием, вздыхает хозяин. Но будь по-вашему, вскоре наши вошли и в баланчу. Георгия Руикяну, как зажиточного крестьянина и кулака, арестовали и отправили в военный центр. Стали шить дело. Удивительно, что КП в Молдове даже такие вещи пишет. Как-то его повели на очередной допрос. И Георгий столкнулся в коридоре с тем самым капитаном. Что здесь делаешь? Спросил военный. Да вот арестовали, развел руками молдаванин. За что? Не знаю. А как мальчик? Как Иван? Слава богу, все хорошо. Ну, подожди немного. Капитан ушел. Иван Чебану не знает, с кем разведчик разговаривал, но вскоре его деда освободили. И даже в самый разгар репрессии в 46-м году не трогали. Ну, просто какие-то чудеса гуманизма и правового отношения к гражданам вновь в приобретенных территориях. Ладно, давайте перейдем теперь к фактам. Подальше уже от КП в Молдове, от других СМИ. Итак, первое освобождение Бессарабии. Нам повезло, нас освобождали дважды. Случилось, как известно, это событие в 40-м году. И без событий 40-го года говорить об августе 44-го бессмысленно. Я не буду сильно углубляться в историю. Буквально напомню, что летом 40-го года советское руководство планировало военное разрешение бессарабского вопроса. То есть возвращение земель, которые СССР считал своими и оккупированными Румынией в 18-м году. После советского ультиматума румыны не стали воевать за Бессарабию и ушли. Операция по занятию территорией Красной Армии началась 28-го июня 40-го года и продлилась 6 дней. 2 августа 40-го года была образована Молдавская ССР со столицей в Кишиневе. И были основаны Черновицкая, Керманская области, Украинская ССР. В составе Одесской области было включено 5 районов, ранее входивших в состав Молдавской ССР. АССР, то есть которая была вот там, где нынешняя Приднестровья и кусок Украины. И разумеется, бессарабцев никто не спрашивал тогда, где они хотят жить. Никаких референдумов не проводилось ни в 1940-м году, ни в 1944-м. По сути, нахождение бессарабии в составе Советского Союза было незаконным, потому что мнение людей, повторюсь, никто не спрашивал. И вот в 1918 году, хотя бы формально и с нарушениями, с Фатру Цей, конечно, проголосовал за Унию. То есть формально были соблюдены все процедуры. А создание Советского Союза, это просто захват чужих земель. Они сейчас точно так же действуют, в 21 веке, мы видим, как они освобождают Украину. Как видим, правила у них не меняются никогда. А сейчас несколько интересных фактов того времени. Вот из воспоминаний грекого Николая Александровича, коренного жителя русского Бессарабии. Некоторые люди говорили, что это освобождение, это про 40-й год, от иго румынских бояр. Какого-либо иго, конечно, не было, но некоторое неравенство в учреждениях по сравнению с Валахией или Трансильванией, которые всегда выделялись, наблюдалось четко. Более того, наш папа с приходом в страну румына, по фашистскому режиму, то есть кузистов, был довольно грубо по надуманному поводу снят с работы, как глава технической службы города, хотя все прекрасно понимали, что его вина русская национальность. И далее самое интересное. Он судился по этому поводу и как раз к нашему поезду на каникулы из Кишинева выиграл Третий суд о незаконности принятого властями решения, его полной невиновности и возвращения ему всей зарплаты за срок вынужденной безработицы. Это все к тому, как гнобили русских приумынах, например. А вы представляете, чтобы в то время, да и после того времени, советский гражданин судился, например, с советской апрессивной машиной и победил? Смешно, не так ли? Далее. Не все знают, что в 1940 году советская власть, которая воцарилась в Бессарабии, тут же занялась одним из своих любимых дел, а именно провела денежную реформу. Проще говоря, население было ограблено, и бессарабцы, которые жили весьма зажиточно, многие даже не веяли в голодомор тогда, в то, что в Украине люди едят трупы, кошек, пока у нас в Кишиневе все сидят в Кишиневском кафе. Так что немножко по эту реформу. Продолжим читать воспоминания господина Грекова. Заметные изменения произошли в быту, а точнее на базаре и в мелких лавках. Румынские леи сразу потеряли какую-либо ценность, а новых денег просто не было. Это очень смутило все население. Когда через неделю откуда-то появились первые рубли, 1 рубль, 3 рубля, 5 рублей, на них можно было купить весь рынок за час. Появился обменный пункт, 1 рубль 100 леев, но он вскоре был отменен. Помню, что на 1 рубль кто-то купил полную повозку перцев, можно было за этот рубль купить 100 яиц. Самое заметное и, к сожалению, не очень положительное явление началось, когда стали приезжать семьи военных, просто советские служащие и их семьи. Эти граждане стали очень удивлять местное население. Например, покупки на базаре часто рождали конфликты. Минимальная порция прибытаемых ими яиц 100 штук, но часто и 500 покупалось за один раз. Кур, цыплят, птицу обязательно надо было приезжим по несколько штук. Базар пустел очень быстро, об овощах я уже не говорю. Дома наши местные домохозяйки обсуждают и разводили руками, не понимая, зачем нужно такое количество продуктов. Примерно то же самое происходило в трактирах, закусочных, хорочевнях. Заходят трое приезжих и заказывают графин вина, 2 или 3 литра, и яичницу на сковородке из 12 яиц. Хозяин старается все быстро продать, приносит сковородку с заказом и получает замечание. Разве он не видит, что клиентов трое? Каждому по сковородке. Очень интересное свидетельство, вообще, именно вот историческое свидетельство, это, пожалуй, самое интересное. Еще одно воспоминание, на этот раз воспоминание не коренного кишиневца, а уже именно освободителя, скажем так, в 40-м году. Это Н.И. Николай Иванович Петров. Это воспоминание называется «Автобатальон». «Помню, что когда мы поехали в Бессарабию, у нас на одной машине полетела сливная труба. Дело было к вечеру, мы вчетвером вытащили двигатель, поставили трубу и сделали, было 4 часа утра. Так, 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 это дальше не тесно. Вот. Увидели напротив трактир. Хозяин открывает ставни, мы к нему, он говорит, что так рано, у него еще ничего не готово, но яичницу с ветчиной сделать может. Испрашивает, из скольки яиц сделать? Видите, какая-то фиксация на яйцах, я не знаю, с чем это объяснить. Я подумал, у нас четверо, я говорю, что штук из 20. А он, у нас так не едят, но раз вы так говорите, я сделаю. Дал еще помидоры, большую буханку белого хлеба и спрашивает, вино пить будете? Мы ответили, что будем. Тогда он принес 4 бокала по пол-литра каждой хорошего вина. В общем, наелись, напились, и я спрашиваю, сколько мы ему должны? Он подсчитал и говорит, 2 рубля 50 копеек. А такой завтрак у нас, то есть в России, в то время стоил рублей 250. Я дал ему 3 рубля, я не взял с дачи, так как он провожал нас до самой калитки. И еще. Это вот Кишинев, когда в 40-м городу, когда вышли туда советские войска. Мы выезжаем на аэродром в Кишиневе, с него улетели последние 3 румынских самолета. Тут начались разные покупки. Идешь по улице, а тебя зазывают продавцы в магазины. Покупай, что хочешь. Я сразу в одном магазине купил себе туфли. Маме, Бориной жене и своей девушке покупаю туфли. И за все это заплатил 60 рублей. Потом в другом магазине купил отрезы на костюм, на брюкер. А маме, Тане и двоюродной сестре по отрезу на платье. Потом инструментально, ножницы по металлу, много разного инструмента. И красивый альбомчик с очень красивыми девушками. Как-то я поехал с Камроты, он дал мне 3 рубля и велел купить венца. А тут и подвальчик. Я зашел, отдал 3 рубля продавщице, и она спрашивает, вам на все? Я ответил, да. И она стала выставлять бутылки. Я уже совершенно обалдел, а она все выставляет. Спрашиваю, сколько стоит бутылка? Оказалось, что 8 копеек. Получилось 36-38 бутылок. Вот тогда такие были цены. Ну, это вообще-то не цены такие были, а это был специально установленный курс. То есть, потом как бы леи отменили, вывели из оборота. И, естественно, базары опустили в магазины. Потом уже началась совсем другая история. И добавлю от себя, наверное, многие это слышали. Это происходило не только у нас в Бессарабии, но и в Балтийских странах при освобождении. Тогда дамы и жены этих самых военных, из таких глухих азиатских деревень в России, Они скупили все ночнушки и ходили в них по улицам, думая, что это платья, такие бальные платья, вечерние. Свободная Бессарабия при советах была недолго, как они называли. После того, как освободители смели все на рынках и в кафе, Они приступили к своим любимым занятиям. По егощению населения в нищий и голодный сброд, массовым арестом, казнями, депортациям. КОНЕЦ Кстати, тоже из документов. После перевода в рубли накоплений новых советских граждан, Их фактически лишили сбережений, разрешая снимать не более чем 200 рублей в месяц. То есть, понятно, люди лишились накоплений вообще. Тогда же правительство в 1940 году Советского Союза издало указ о переводе молдавской письменности новых районов Молдавской ССР С латинизированного алфавита на русский 11 ноября 1940 года. Этот указ был подписан. Ну, понятно, для чего? Для разрушения идентичности и отделения от Румынии. Все это было сделано. Я не буду сейчас рассказывать, исторически погружаться в тему расстрелов, депортаций, арестов. Эта тема огромная, отдельная, трагическая. Напомню только тем, кто не знает, про Ефросинью Керсновскую. Это русская двоянка из Бессарабии, которая полностью вкусила радость и освобождение и поехала в ГУЛАГ по этапу. Она зарисовывала все свои впечатления, и позже ее книга была издана. Целый фонд существовал, она умерла совсем недавно, кстати, в 90-е годы. Удивительная женщина была. Книга называется «Сколько стоит человек?». Буквально на днях российский тележурналист снял документальный фильм, посвященный Ефросине Керсновской. Вот посмотрите, отрывок маленький. Ее родители были дворяне, но мать греческая дворянка. Сначала они жили в Одессе с Антоном Керсновским и с ее мамой. Ведь Керсновская родилась в Одессе. Кажется, Морозлиевская, номер 40, это вот их дом, то, что она упоминает. А почему ее родители переезжают в Бессарабию? В 17-м году, когда начинается революция, в Одессе Одесса работала адвокатом. Юристам они уезжают и бегут в свое... Это сложно назвать имением, это, скорее всего, небольшой дом и участок земли. 46 гектаров и крестьянский дом в три комнаты, говорит ей советский прокурор. И говорит, что это не помещичье, а кулатское хозяйство. Да, 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 вот это правильно. Ну, довольно про 40-й год. Все-таки мы сейчас вспоминаем второе освобождение, другую дату. Война, развязанная Сталином и Гитлером, докатилась до Советского Союза. Как говорится, один усатик обманул другого. Собственно, это единственная претензия Савков к Гитлеру, что он вероломно, как они считают, напал. Можете поговорить с ними сами, по этому поводу убедитесь. И война именно не дала возможности Москве быстро переварить Бессарабию. Еще четыре года, по сути, та находилась вне сферы ее влияния. ПЕСНЯ ПЕСНЯ К войне Совок готов не был. Вероятно, плохо слушали песенку. Что характерно, когда немцы заняли Тишинев, вот это задумайтесь, один из первых указов румынской власти, это в 41-м году уже, был о том, что всем владельцам пианино нужно зарегистрировать их в Паймарии. Вы понимаете, о чем речь. То есть за этот год, что Бессарабия была в составе Советского Союза, в СССР по 41-й, все растащили из богатых домов пианино к себе домой. И поэтому румыны решили выяснить таким образом. А сейчас перейдем, давайте, к очень грустной теме, связанной с темой так называемого освобождения. Кишинев после войны вошел в тройку самых разрушенных городов Советского Союза. Выглядел он, наверное, как Мариуполь сейчас. Конечно, в 40-м году было землицесение, но дело не в этом в первую очередь. Так, из очерка Иона Стича, прочитаем румынский публицист того времени. Сталин дал приказ, согласно которому никакие материальные ценности не должны попасть к врагу. Был создан истребительный полк, который сжег в Кишиневе мебельный комбинат, обувную фабрику, кожеверный завод и катажную фабрику. Полк разрушил всю главную улицу, уничтожив здания с обеих сторон. В огне сгорели и лавки, расположенные на этой улице. Сгорела и большая часть нового рынка. Об этом дьявольском плане мы узнаем не только из книг, но и из писем владельцев лавок, сохранившихся в госархиве. В докладе о состоянии зданий в муниципе Кишиневу после отхода советских войск на основании вывода сделанного техкомиссией Министерства общественных работ и связей подчеркивается, что был полностью уничтожен торговый центр, расположенный между улицей Александру Челбун и улицей Карл Шмидт. Всюду остались руины, местами еще дымящиеся. В докладе отмечалось, что 40% городских зданий и 100% промышленных зданий были полностью разрушены или значительно повреждены от взрыва мин и поджогов. Разумеется, город тогда бомбили и немцы в 1941 году, но сама тактика СССР, вот эта тактика выжженной земли, городам, которые они вроде как считают своими, она показательна. И опять-таки, их правила не меняются никогда, вы сейчас это видите сами. А вот это вот еще один материал, корреспондент агентства Стефани тогда же написал статью. Статья называется «Кишинев разрушен дотла», я зачитаю. Корреспондент сообщает, что большевики перед уходом из Кишинева зажгли или взорвали почти все дома. Собор был зажжен и обстрелян артиллерией. Удалось спасти только некоторые ценные иконы. Церковный сторож был единственным лицом, с которым корреспондентам удалось побеседовать. Из 115 тысяч человек населения Кишинева в городе не осталось почти никого. ЖД вокзала разрушен совершенно, его можно узнать только по грудам разрушенных вагонов. 14 июля части Каштной армии минировали большинство домов или обливали их керосином. Город, в котором не было никаких военных действий, по словам корреспондента, уничтожен совершенно. И свидетельство очень интересное. Сейчас одну секундочку, я найду вам интересную тему. Вот, Дмитрий Георгиевич, это записал Биргер, Красноярское общество-мемориал, общество, которое сейчас признали инагентами, по-моему, даже прикрыли в России по решению суда за фальсификацию, за фейки, как они это называют, правду о войне. Так вот, что записал общество-мемориал, у них такая информация хранится. Дмитрий Георгиевич, это все говорит так называемый. В конце 1941 года Дмитрий Георгиевич, как и многих других, вызвали в военкомат, но потом отправили домой со словами. Оставайтесь, мы через две недели вернемся, то есть советские солдаты. Фронт почему-то задержался у Кишинева, когда на соседских участках он уже ушел дальше на восток. Пользуясь этой задержкой, советские войска планомерно жгли город, ездили по улицам, выбивали стекла во всех домах подряд и бросали в окна горящие факелы. И еще. В городе прогремели взрывы оттуда же. Город горел. Уходя, советские войска подрывали все, что можно было подрывать. Рано утром мы проснулись от стука в погреб, и я услышал бабушку Хейвит, которая кричала безумным голосом. «Что вы тут спите? Город горит, все бегут, все взрывают. На вокзале стоит последний пассажирский поезд. Вы должны немедленно уехать. Бегите на вокзал». Потом рассказала бабушка Хейвит. «В городе невозможно было оставаться». Дедушка и бабушка тоже в конце концов решили уйти, хотя и надеялись, что война скоро кончится и они вернутся. Наш эшелон медленно выезжал из горящего Кишинева. Солдаты взрывали телеграфные столбы и железнодорожные пути за нами. Вот посмотрите видео короткое, где видны масштабы разрушений Кишинева в 1941 году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Действительно, как будто бы Мариуполь после освобождения в 2022 году. Ну, к военные дела, в военную историю всю эту мы вникать не будем сильно. Вернемся, так сказать, к освобождению номер два, когда в результате Яскоро-Кишиневской операции в город вошли советские войска и заняли его, вытеснив немцев. И вот сейчас самое время рассказать про обозников. Есть такое слово, очень замечательно емкое. Что это означает? Не все знают. Вместе с Красной Армией, которая наступала, шли обозы. То есть там везли и провиант, оружие, горючее, награбленное. Ну, а помимо прочего, там везли еще так называемых походных жен. Маркетанки, как говорили в свое время. Ну, я не знаю, какой термин подобрать. Маркетанки или проститутки, как вам угодно. Походные жены, в общем. Огромное количество особняков в Кишиневе в 1944 году пустовало, потому что владельцы либо погибли, либо их уничтожили, либо они бежали. Вернулось очень много людей. А если они вернулись туда или остались там жить, то этих хозяев, понравившихся дома, можно было просто вышвырнуть или убить, или куда-то выслать, чтобы заселиться туда военному начальству, сотрудникам НКВД с 1946 года и МГБ, как оно переименовалось. И также они дарили вот эти особняки, в первую очередь в верхней части города, кто знает, что у нас в Кишиневе много таких красивых особняков, своим вот этим походным женам, обозным танцовщицам. И у меня, например, не только у меня, думаю, даже вот были одноклассники, которые были внуками этих походных жен, и они даже некоторые об этом искренне рассказывали. То есть, если у меня было только, наверное, два таких знакомых в школе, то, я думаю, далеко не все были столь откровенные. И многие потом из этих бабушек стали бабушками, стали называться почетными ветеранами, ходили в школы, читали лекцию, как они воевали, либо говорили, что их послали в глухую Молдавию строить заводы. Но все это не так, не совсем так. Конечно, были и такие, конечно, кто воевал, честно, я не собираюсь с этим спорить. Были те, кто действительно искренне поехали и что-то строили. Но масштабы вот этого явления, этих обозников, они очень велики. Их было очень много, на самом деле. Об этом вообще не принято говорить, разумеется. Более того, многие очень нынешние коренные кишиневцы, как они себя называют, которые учат всех жить и учат дружить с Россией, это, конечно же, потомки обозниц, обозники. И, кстати, они прекрасно сами знают, что их бабки, кто они такие, обозники. Если вы начнете в сети, когда спорите в интернете, их называть обозниками, немножко расшифровав этот термин, то они просто теряют человеческий облик от страха и злобы, что их разоблачили. И я советую, конечно, это применять в интернет-дискуссиях, это сразу можно их распознать. А теперь про пресловутые освобождения. Что вообще, ну, этот термин у нас говорит, освободили, освободили Кишнева, освободили от нацизма. Тут как бы полуправда. Конечно, нацизм в том виде, в немецком виде, в румынском, фашизм, который был тогда, он исчез, конечно, на тот момент. Но слово освободили тут не подходит, потому что что такое освободить? Освободить это сделать свободным. Вот американцы освободили, к примеру, часть Европы и ушли оттуда. А вот совки и обозники, они как освободили? Пришли вместо немцев и сели в парадон задницей на 45 лет. Вот в этих странах, в территориях, установив свои такие ублюдочные режимы, социалистические, лишив людей экономических и политических прав. И вообще, чем, если так задуматься, советский режим был лучше нацистского? Тем, что советы убивали не только евреев и цыганов, всех подряд. Тем, что через несколько лет они стали убивать чуть меньше. Объясните мне, если кто-то может, из зрителей. И вообще-то говорить про свободу в советское время, это, я не знаю, тут нужно иметь какую-то особую глупость или наглость, когда об этом говорят, это просто, ну просто смешно. Но, я не знаю, да те, кто не жил тогда, вроде бы есть интернет, можно почитать, как оно было. А те, кто жил, так это просто лицемерие. И когда Россия берется, современная Россия берется охранять память о войне, которую она называет Великой Отечественной, потому что она специально вычленяет ту часть, когда они были не агрессором, а жертвой. Они вычленяют эту часть, называют ее Великой Отечественной. Замазывают глаза. Вводят уголовную ответственность за то, что человек может высказывать разные мнения о войне. За то, что человек просто называет то, что было, например, оккупацию Польши, Балтийский, Станб, Бессарабии, в 1940 году оккупации, войну с Финляндией, войной, нападениями, агрессией. За это в России можно схлопотать срок. Это, кстати, тем любителям России у нас в СМИ, которые пекутся о свободе прессы в Молдову. То есть, как здесь у нас зажимают прессу, оказывается. И еще самое интересное, что в России до сих пор закрыты архивы на огромное количество лет. Если вы так любите правду, так кричите, что у вас правда войне, она только у вас, то почему вы не открываете архивы, почему вы не покажете? Может быть, там в архивах слишком много информации, как раз вот про этих самых обозников, и не только, про все преступления, про то, как переодевались, про истинную суть партизанского движения, про убийство мирных граждан. Может быть, там это все есть. И вы не хотите их показывать просто почему-то. Так что закончим, наверное, на сегодня тем, что 23 августа, это никакое, 24 августа, простите, никакое не освобождение Кишинева, о чем визжат уже у нас про путинские СМИ третий день. Это день смены коричневого фашизма на фашизм красный. Советский Союз достаточно случайно оказался в клубе победителей Второй мировой. И вот последствия того, что он там оказался, к сожалению, ощущаются во всем мире до сих пор. И в первую очередь в Украине, где идет разрушительная война на уничтожение, и где старики, которые пережили немецкую оккупацию, я вот очень много видео видел, вы, наверное, тоже, они говорят, что при немцах такого не было, как при русских оккупантах сейчас, в 2022. Так что давайте все вместе подумаем об этом, дорогие друзья, на фоне этих дат, что такое свобода, освобождение и вообще война. Это была неизвестная Молдова, с вами был Сергей Цуркану, и я еще раз напоминаю, что обязательно подписывайтесь на все наши каналы в YouTube, в Facebook, в Telegram, делайте посты, расшаивайте, и, конечно же, моральная и материальная поддержка приветствуются всячески. До новых встреч!